друзья приветствую с вами станислав магазин гироскутер шоп приветствую вас на нашем канале сегодня мы с вами поговорим о новинке от компании си циба си циба мангуст и мангуст про поехали по заявлению производителя данные самокаты являются прямым конкурентом самокатов от производителя kuga kuga m4 pro и визуальная я думаю что вы видите сами прекрасно почему мы решили снять это видео вместе две эти модели почему потому что они принципе сами по себе ничем практически не отличаются отличие всего лишь здесь два это вольтаж и емкость аккумулятора слева от меня находится электросамокат си циба мангуст справа мангуст про у мангуст у нас с вами 48 вольт идет вольтаж на 21 ампер час аккумулятор здесь мангуст про 60 вольт на 13 ампер часов ну что давайте начнем по порядку поговорим с вами о его характеристиках на его способностях чем он может покатаемся проверим ну и соответственно решим с вами как он и является ли убийцей скажем так и прямым конкурентом kuga m4 pro либо нет давайте начнем с младшего брата сердцевина его у нас с обязательно вскроем мангал посмотрим что у него внутри ли находится какие контроллеры какие какой аккумулятор по заявлению производителя максимально здесь скорость до 50 километров в час и максимальный пробег составляет до 50 60 километров но опять же как и ранее говорил во всех видео что любой пробег также как и скоро зависит от многих факторов это вес райдера манера езды погодные условия поэтому вот эти факторы обязательно учитывайте при езде на любом электротранспорте и так что хочется сказать наверно сразу мне бросается в глаза подвеска хочется понять как она работает передняя и задняя передняя у нас и задняя найдет пружинного типа передняя пружина на открыто сзади нас стоят капсула капсула она закрыта давайте стану не попрыгаем посмотрим как он работает вес у меня 80 килограмм опа друзья слышите на звук по ощущениям дата сейчас что чувствуется у нас с вами до упирается подвеска она с вами достаточно мягкая и она упирается в крыло бьет для райдера например свою с весом я думаю 100 110 килограмм максимально допустимое значение по нагрузке 120 килограмм как заявляет производителя уверен что он просядет и будет притирание и будет дискомфорт и не очень практично опять же да то есть друзья что это предсерийная модель сейчас компания сенсы бы их тестируют для того чтобы вывести данные самокаты в серию доработать те сырые моменты которые имеются сейчас мы обратили внимание мы с вами увидели что передняя подвеска однозначно требует доработки и компания сенсы бы мы передаем обратную связь чтобы этого я думаю что услышит и вопрос это доработают и в серийном производстве что будет нормально подвеска но тем не менее сейчас что имеем то и показываем задняя подвеска у нас с вами по ощущениям по крайней мере я не почувствовал что пробивание какое-то тем не менее да то есть она отрабатывает достаточно неплохо здесь по задней подвески как таковых нареканий нету по крайней мере сейчас пока что что касаемо мотор колеса сразу мотор крышу задней бросился друзья посмотрите сами один в один как на kuga m5 здесь нас гравировка посмотрим вот 48 вольт на 125 вот у нас получается но по факту здесь идет как заявляет производитель 1200 ватт мощность мотор колеса 1200 достаточно хорошая тяговит и поэтому смело можно сказать что по мощности опять же в этом видео обязательно переключайте смотрите до конца мы покатаемся посмотрим как самокат себя ведет на дороге нами бездорожье поэтому однозначно если резюмировать с м4 про сравнить то мощность два раза больше мотора помощнее колеса на с вами идут пневматически надувные передняя задняя но отличается если вы обратите внимание они все нас идут 10-дюймовый но тем не менее по рисовке и зарисовки да то есть они у совершенно другие но отличаются друг от друга то здесь мы с вами видим 225 1055 на 80 размер сзади нас с вами 80 на 60 в общем скажу так что переднее колесо у нас идет как один к одному как у kuga m4 pro заднее колесо в том числе как мотор с мотором идет от kuga m5 то есть у нас получилась такая небольшая коллаборация да то есть передняя часть можно сказать так это m4 pro задней kuga m5 от когда компании g-long по системе давать управление посмотрим с вами руль да все одинаково как у kuga m4 pro здесь ничего нового не придумано складывается рулевые части стандартно кстати что касаемо люфта левая часть вообще прям как в копность я про чуть-чуть совсем люфтит тем не менее кто не знаком покажу что люфт можно убирать с помощью шестигранников здесь подкручивать настраивать тем самым устранять люфт если он у вас появится со временем по системе торможения механические дисковые тормоза тормоза у нас диски 140 стоят суппорта стандартные принципе они схожи очень как kuga m4 pro просто у серии kuga не стоят красного цвета здесь черная под цвет самого самокат идет да кстати даже крыло передняя но прям как kuga m4 pro стоит один к одному фара у нас с вами стоит лизована и освещение принципе неплохое сейчас попробуем отключить свет так ну что видим мы с вами . ну скажу так что освещение она есть сейчас поставлю вам самокат вот вы увидите освещение чувствуете разницу да сейчас на видео включал фары арктика 3 1 3.1 плюс одну большую широкую сюда поставить освещение будет просто бомбическая также можно что поставить предыдущий модификации фара тоже арктик да более чем за глаза будет достаточно тоже вот такую либо квадратное исполнение кому как нравится что больше эту фару мы убираем с вами здесь нас с вами интегрирован фару сигнал сигнал мы можем вывести в нашем сервисном центре при покупке данного самоката мы это можем реализовать без проблем ставим фару такую либо такую освещение получаем прекрасно задние у нас с вами габарит стоит сейчас я включил такой же как на м4 про такая же такой же крыло совершенно стоп-сигнал он же габарит присутствует на с вами поворотники поворотники таком же исполнении как на кубе серии все очень похоже но самое интересное что сам по себе самокат реализован по мне поинтереснее с точки зрения со стороны с куга м4 про на опять же здесь на любителя мне просто интересно вашу обратную связь и стать пожалуйста комментарий как вам вообще самокат и что вы думаете по поводу него что касаемо регулировки руля по высоте здесь также регулируется как на м4 есть рулевая стойка схожи регулируется высоте как вам удобно что очень хочется посмотреть посмотрите на с вами на деку давайте с вами пленку снимем ну пленка друзья здесь мы увидим с вами все достаточно красиво но не практично опять же вы видите сами друзья нас тут нажимаю до рук прикладывать все пятна остаются опять же скольжение она обеспечена вам то есть здесь царапина все это будет заметно даже вот сейчас вот небольшие потертости они уже все это есть я бы здесь конечно что-то исполнил в другом формате либо как на сицибо r12 про либо даже лучше поставил бы шкурку сверху антискользящую было бы намного практичнее и удобно ну опять же повторюсь что это у нас сейчас сырая версия да то есть предсерейная тем не менее сейчас мы смотрим с вами вместе и дорабатываем скажем так ту модификацию чтобы как какие они будут в серийном исполнении складной механизм стандартный как любит компания сицибо складывается у нас здесь рычаг убираем система сложить вот так вот просигнал я нечаянно берем поднимаю ну принципе принципе по габариту и по состоянию как поднимают то же самое на к будем 4 похож повес сейчас мы его замерим давайте сейчас весы поставим ну что давайте измерим с вами вес давайте завершить для самоката 80 килограмм мой вес сейчас стану вместе самокатом беру 48 вольт вольтовый а 21 ампер часом ангуст ну сто сто пять и семь ну сто шесть килограмм практически то есть 25 25 и 7 килограмм весь нас 48 вольтовой версии теперь ставим 60 вольтовый на 13 ампер часов аккумулятор самокат здесь у нас точно такая же история вес на 400 грамм он легче итак друзья мы с вами поняли что получили вес м4 про хотел сказать мангуст 48 вольтовый на 21 ампер часа вес 25 и 7 килограмм против 25 и 3 килограмма веса мангуст про версии так что давайте измерим клиренс с вами клиренс самоката составляет 14 сантиметров 13 половиной даже для городского самоката я считаю что до клиренс достаточно хороший по габаритам давайте измерим с вами габариты 112 сантиметров длину ширина по рулевую часть у нас с вами 62 сантиметра минимальная высота точнее максимально рулевой части у нас когда мы так же как руль у нас регулируется по высоте мы мерить не будем но вот например идет по по колонку рулевую да у нас у нас с вами будет 86 сантиметров на модификации мангуст про все то же самое в принципе смысла мерить я не вижу ну что давайте с вами пробежимся по системе управления данного самоката сравним чем они отличаются обратить внимание что у нас свет включается подсветка деки в том числе она нас включается с помощью тумблер включения света основного здесь на с вами находится поворотники тумблер слева справа звуковой сигнал на про версия все то же самое фара освещение справа стороны нас с вами находится вольтметр система у нас курка курок на стандартный но очень похож кстати на самокаты от компании halton rs01 rs01 pro которые были в серийном производстве они тоже точно такие же курки были три режима скорости также у нас с вами режима пробега заряд вольтаж показывает настройки тоже данном в курке они присутствуют к этому видео мы приложим на данном самокате на про версия курок такой же но отличается подсветка не знаю почему компания решил так сделать тем не менее вот в таком исполнении то есть тоже самый курок единство что подсветка другая но тем не менее скажу так что по визуальному взгляду на первый наверно первоначально взгляд что дневной свет да там например летом будете кататься в солнечную погоду освещение будет то есть рябить глаза или там освечить ничего не будет меня в темное время суток тоже прекрасно будет все заметно и я думаю что и там и там проблем не возникнет но тем не менее я бы наверное все таки реализовал бы в одном комнате исполнения мне нравится в зеленом не знаю как вам оставьте пожалуйста свои комментарии я думаю что можно поставить такой такую подсветку и на этом модификации самокат по грипп сам что хочется сказать что хочется сказать по грипп сам грипп себя тоже поставил другие потому что они немножко так проскользит рука поставил бы антискользящие в таком формате как стоят на си циба r12 про r11 хорошие грипсы и здесь мне кажется можно также исполнить в таком формате крылья стоят хорошие то есть закрывает полностью опять же да немножко закидывать переднюю часть будет однозначно с переднего колеса задние у нас с вами закрыто выпирает то есть я думаю что лететь ничего не должно но опять же покатаемся посмотрим в этом видео сейчас мы скроем с вами мангал посмотрим что внутри находится какой аккумулятор какие контроллера ну что сняли мы с вами нижней части крышки здесь у нас находится аккумуляторный отсек болтов как всегда куча также с серии кубами 4 pro здесь у нас 1 2 3 4 5 6 12 13 14 болтов для того чтобы раскрутить и подобраться к аккумуляторному отсеку и так слева стороны у нас с вами мангуст 48 вольт на 21 ампер часах здесь мы видим с вами элементы написано 18 150 используется с правой стороны у нас вами аккумулятор 60 вольтовый на 13 ампер часов тоже из элемент 18 150 давайте мы с вами сейчас посмотрим попробуем подобраться контроллеру это на что так и 10-шка так контроллер на 25 ампер 60 вольт принципе вот друзья все видеть сами прекрасно так давайте теперь подберемся контроллеру 48 вольтовый посмотрим какой там я думаю тут та же самая история так тоже 10 стоит контроль точно такой же идет 48 вольт на 25 ампер часов умножаем вольтаж на ампераж у нас получается 1200 мотор колесо что заявлено то в принципе есть который кстати очень похоже на модификации на 40 ультрона которых модификации не синусные обычные старые таки контроллера они все заканали достаточно неплохо поэтому все покажет время итак давайте берем обратно ну что друзья посмотрели мы с вами вскрыли мангал посмотрели как где какие аккумулятор у нас находится контроллера сразу могу сказать и вы даже сами наглядно видели сейчас можете обратить внимание также дополнительно сейчас стоят аппараты сбоку здесь как понимаю не знаю почему сбоку нас находятся такие дырки я как догадываюсь здесь наверное хотели поставить ленту подсветочную а кстати посмотрите китайцы умелые руки здесь у нас с вами обратить внимание да то есть что у нас на моторе написано сейчас просто вам покажу на праве модификации 60 вольт 125 ватт мотор колесо на мангусте не про версии обычной то же самое только 48 вольт но при этом наклейка стоит 4821 опера сейчас аккумулятор но 250 ватт но китайцы видимо на спешат быстрее так что друзья такие небольшие моменты они есть но опять же я думаю это не критично и серийных исполнений самоката будут доработаны и я думаю что следующее видео когда мы будем снимать на серийные модели там уже все будет силовой кабель также вы видите щели есть то есть все будет попадать сюда прямой на контроллер на проводку на проводку мы сами посмотрели в принципе сделано неплохо но тем не менее вода есть куда воде попадать поэтому обращайтесь наш магазин сделан качественную гидроизоляцию хорошую поэтому гидроизоляцию делать нужно друзья давайте поговорим о комплектации данного самоката комплектует самокат нас 3 амперной зарядкой сейчас я достал зарядка от pro версии это 67 вольт максимальные 3 ампера учитывая что если у нас с вами 13 ампер по времени где-то в районе 3-4 часов он будет полностью заряжен данный самокат также на с вами идет инструкция на русском языке самокате все присутствует и пульт управления пульт управления светом сейчас я на 48 вольтом покажу как это работает стандарт можно отключать его можно включить менять различные цвета зеленый синий желтый голубой розовый можно вообще менять расцвет чтобы она бегала ярко сделать менять то есть принципе здесь все это присутствует мелочь друзья но приятно согласитесь до самый главный момент что не сказал это насчет сиденья многих на вопрос меня тоже был вопрос посмотрел в коробке в коробке сейчас нету давать модификациях но связали с производителем уточнили несколько что в серийном исполнении комплектоваться будет сиденьем поэтому самокат будет в полной комплектации это зарядное устройство 3 ампера плюс инструкция на русском языке сиденье пульт управления подсветка все это будет ну и соответственно убраны те недочеты которые мы с вами сейчас поговорили кстати по зарядке 21 ампер 3 ампера такая же зарядка здесь по времени примерно в районе 6 7 часов будет полная зарядка по поводу цены цены предварительно которой сейчас есть информация по стоимости данных самокатов смотрите в ссылке под описание потому что на момент сейчас съемки информации цены у меня нету но думаю но к моменту монтажа его выкладываем youtube цена уже у нас будет известный вы увидите это в ссылке под этим видео так ну что друзья поехали покатаемся посмотрим как себя самокат ведут какая динамика у них и как они себя не ведут на неровностях и по бездорожью поехали выехали на мангусте я еду на 60 вольтовым катаюсь мы смотрим как сидит по подвеске на неровностях чувствуется комфортно достаточно решили попробовать 60 вольт против 48 ясно дело что 60 вольтовый стартанет но посмотрим насколько он с места уйдет а сорока восьми вольтового так ну что ровно стали сорок восемь от 60 раз два три пол корпуса корпус ну все уехал но следовало ожидать то что эти вольтовый будет поинтереснее и сразу уедет просто было интересно насколько здесь даже не один не два не корпуса а просто попроек обращался замер скорости вот гололед скорость погода не очень актуально поэтому скорость мы замерять не будем максимально мы посмотрим как себя ведет самокат на дорогах а давай может быть назад еще попробуем с мест давай поменяемся для сравнения я на 48 вольтовый стану смотрите кстати насчет деки 60 вольтовых шкурку пленку не сняли она еще более-менее не скользит 48 вот вы видите сами что здесь мы сняли пленкой прям вообще вот прям очень скользко давайте попробуем насчет три раз два три и чё чё-то 8 вольт друзья смотрите я вешу 80 килограмм коллега весит 90 он стала на 60 вольтовый вы видели сами что я принципе ушел но потом он начал нагонять 10 килограмм интересно давайте еще разочек попробуем 60 вольтовый так у меня получается 49 и 7 тебя 62 2 заряд ну что насчет и раз два три попытался немножко выросли и принципе он догонял меня в конце уже потом на тормоз нажал разочек еще попробуем третий заезд давай попробуем до красного доехать насчет три раз два три так ну стоит попытки что-то что-то у нас получилось более правдиво потому что если честно я очень удивился что сына я на 48 вольтовом два раза сделал 60 вольтовый при этом заряд плюс-минус у нас одинаковый но при этом я вешаю на 10 килограмм меньше а то что оттолкнулся да а вот то есть сейчас еще ты не будешь отталкиваться вопрос вместо получается ну сейчас попробуем пусть люди пройдут вперед раз два три тушь ну я уже задержки небольшой выехал по ощущениям не было его еще крайний раз делаем потому что у меня что какая-то хоть не сопоставление раз два три но все друзья вы еще сами если подытожить я конечно ожидал немножко больше 60 вольтового если резюмировать по видео доступ мы заезд там 5 6 сделали через вольтовом коллега оттолкнулся получается тогда обогнал меня а так 48 вольтовый на низах удивление едет даже быстрее чем 60 вольтовый хотя контроллерами одинаковые 25 ампер но тем не менее вольта что больше до 10 килограмм разница но это не должно влиять так что прям вот настолько я на 48 вольтовым выезжал что так я ехал от 60 вольтового честно я удивлен а что думаете вы друзья стать комментарии пожалуйста 48 вольтовый покатаешься немножко посмотрим как подвеска себя ведет по подвеске что могу сказать это именно когда я на нем прыгал магазине скажем так попытался пробить я их пробил но вот сейчас вот на поеду во время поездки ощутил такое то есть я даже заезжал на небольшой бордюр нас заезд на когда в торговый центр комфортная подвеска сейчас ехал по стыкам вы видели сами по неровностям ямы там такие неровности достаточно прилично не было пробивки подвеска работает мягко дискомфорта во время езды не создает и не пробивается конечно по поездке скажу так что-то на гололёд белолёд кусками вы видите да проскальзывает поэтому шиповную резину ставить нужно друзья что давайте резюмируем 60 вольт 48 вольт ожидал от 60 вольтового немножко больше но тем не менее на 60 вольтовых у нас пикует 1360 вольт мы умножаем на ампераж 25 нас 1300 выходит здесь 48 на 25 1200 то что заявлено производить на 1200 ватт но имеет место быть мощность разница 100 ватт при этом 40 и 48 вольтовый выиграл по заездам то же самое 60 но у нас разница была в 10 килограмм пусть я на 10 килограмм легче все равно разница небольшая по весу до 60 вольтовый я предполагаю что скорее всего наверное вот этого 100 ватт мощности она как раз закрывает 10 килограмм тем не менее на низах по крайней мере 60 вольтовый моем скажем так моих ожиданиях должен был уйти получше пойти с места но тем не менее что имеем то вам и показали но на длинных дистанциях по крайней мере на просто дорогу участок не не позволил больше проехать на большую дистанцию чувствую что 60 вольтовый нагоняет меня и я думаю что на больших дистанциях дальше он скорее всего догнала и может быть даже обогнала меня в этом видео мы максимально постарались вам дать обратную связь показать эти самокаты вскрыли деку показали вам начинку нам очень интересна ваша обратная связь оставьте пожалуйста ваши комментарии поддержите нас лайком снимаем видео специально для вас нам очень интересно ваше мнение по данной технике также может быть есть у вас пожелание по той технике которые хотели бы чтобы мы засняли тоже оставляйте комментарии спасибо вам приезжайте на тест-драйв всем удачи пока пока удачи